Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена, и мы продолжаем разбирать мифы. Ну, это не то чтобы миф, это очень частое убеждение. Для того, чтобы достичь результата и иметь идеальную фигуру, идеальный вес, нужно очень много ограничивать себя, то есть, ну, так скажем, невкусно питаться или с большим количеством ограничений, и истязать себя в физическом зале. Ну, это такое самоистязание, честно говоря, вот лично не для меня. Я знаю большое количество людей, которые поменяли 20% от стиля жизни. Знаете, что такое правило Паретто? Вот есть 100%, из которых состоит ваш стиль жизни. Поменяйте чуть-чуть, 20%, и вы получите 80% результата. Если вообще все перепахать, вас надолго не хватит. Почему надолго не хватает ограничительных диет? Ну, потому что фраза такая, когда уже закончится эта диета, чтобы я могла спокойно есть шоколадки. Нет, ну, я и сейчас их ем, но как-то мне от этого неспокойно. Понимаете, в чем дело? Поэтому я вообще никогда не говорю ни о каких диетах. Давайте мы с вами договоримся о стиле жизни. Но, ну, ладно, о стиле еды. Это должен быть определенный стиль еды. Не надо его перепахивать. У меня есть правило три волшебных вычеркивания. То есть, когда я провожу личную консультацию с человеком, или когда вы купили мою книгу «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы», у вас там есть расчет рациона. Вы можете прикинуть примерно, вот по моему примеру, сколько вы в течение дня съедаете углеводов. Посмотреть, в каких продуктах больше всего углеводов. И эти продукты с самым высоким гликемическим индексом. Найти три таких продукта. И аккуратненько их вычеркнуть. Или вычеркнуть их безвозвратно. Например, можно безвозвратно вычеркнуть сухарики, которые вы поедаете ночью. Ну, в смысле, они же без холестерина, без сахара, несладкие. Ну, это очень крахмалисто. В 100 граммах сухариков, которые вы съели ночью, целых 70 грамм углеводов. Мы это можем вычеркнуть, вообще ничем не заменяя. Но есть такие вещи, которые просто так не вычеркнешь. Например, если у вас на обед рис, плюс отбивная, плюс супчик, то рис, он будет явно лишним. Но мы его вычеркнуть не можем, потому что вы не накушаетесь, не наедитесь. Поэтому мы его заменяем на менее углеводистый продукт. Например, на чечевицу в таком же объеме. Но вы получите на полтонны меньше глюкозы в кровоток. То есть мы выбираем всего лишь три самых зловредных продукта в вашем рационе. И аккуратненько их вычеркиванием. Это всего лишь, ну не знаю, ну 10-20% от вашего питания мы чуть-чуть поменяли. И смотрим, как будет реагировать талия. В итоге, те люди, которые читают книгу «Старости нет» или ходят на мои курсы, или просто вы слушатели YouTube канала, они замечают, что вступают в липолиз в мягкий, не в китос, не в страшилки разные. Просто липолиз. Они начинают давать намного меньше углеводов телу. Телу этого достаточно, чтобы оно включило мягко сжигание жиров с образованием энергии. Талия уменьшается, бедра уменьшаются, грудь мы всегда держим. У нас есть поговорка «жир, уходи, крови груди». Вот, и улучшается общее состояние здоровья. Боже, сколько у меня позитивных результатов по артериальному давлению. Даже не надо делать минус 10 килограмм, чтобы ваше артериальное давление из 150 стало опять 120 миллиметров тутного столба. Сколько результатов по нормализации сахаров в крови? Сколько результатов кожа перестала сохнуть? Сколько результатов по количеству энергии? А как легко остановить углеводные качели, если ты понимаешь, как это сделать? Слушайте, ребят, я просто вам благодарна за то, что вы не просто читаете книгу, но на самом деле ее применяете. Это очень круто. Ну и теперь по вкусности этого питания. Я, например, люблю вкусно покушать. И я знаю, что все люди любят вкусно покушать. Соответственно, наше питание должно быть максимально вкусным. Вы же в семьях живете. И если вы перейдете на сельдерей, так, муж приходит вечером, открывает холодильник, а там сельдерей, то что сделает муж? Он пойдет к соседке, потому что от нее пахнет борщом. Так вот, вы как хозяйка должны обеспечить максимально вкусное, максимально сытное питание. Не надо голодом сидеть. И не надо на салатиках сидеть. Нужно просто понимать суточная норма белка, чтобы заходила в ваш организм, в организм ваших подопечных. И то количество углеводов, при которых они не превращаются в новые жиры на вашей талии. Что ж тут непонятного? Ну это понятно, что мне все понятно, да? Но я думаю, что вы тоже разберетесь. Мой личный пример. Когда я до этого, до всего додумалась, догадалась и проверила на себе, я действительно поменяла, я, собственно говоря, убрала из своего питания гарниры, хлеб, хлебобулочные изделия, ну и сладкие воды, там соки, тетрапаки, вот это все вышвырнуло. И мне было достаточно. За две недели я ушла в объем и вес своего 25-летия. Почему я сделала такой двухнедельный эксперимент? Эксперименты всегда делаем только на себе. Потому что в этот момент мой супруг Юра, он был в двухнедельной командировке в Сибири. Я его сослала в Сибирь, а сама стала заниматься собой. И когда он приехал, он меня не узнал. И это было настолько очевидно, что он спросил, ты что сделала? То есть он уезжал от грузной 40-летней тетки, набравшую там, ну в общем, не буду себя описывать, а приехал, а я опять 25-летняя, вуаля. И вы знаете, я ему объяснила побыстричку все это дело. Он заметил, что мы совершенно, ну не совершенно по-другому питаемся, а немного по-другому питаемся, чтобы наедаться больше белковых продуктов, меньше углеводистых продуктов, точнее их особенно и не было. Его хватило буквально дня на три. На четвертый день он пошел в магазин и купил булок, купил макарошек, хотя мы, ну макароны мы давно, ну вообще почти не ели, потому что я вообще не понимаю смысл есть макароны, ну то есть, ну считай муку, да. Вот, ну да ладно. Он все это дело съел, приготовил и съел, но потихонечку все равно стал становиться на мои рельсы. И, не знаю, где-то за полтора года он убрал лишних 14 килограмм. И, конечно, и сейчас он с собой доволен, красавчик и так далее. При этом, что еще произошло в нашей семье? Мужчины очень любят готовить мясо, птицу. Рыбу не любят, но вот мясо и птицу, пожалуйста. И Юра стал чаще готовить, чем я, потому что это были какие-то буженины и так далее, и так далее. Мы стали питаться очень вкусно. С меня салат, с него основное блюдо. Очень быстро, очень вкусно и очень функционально. И потихонечку все дети тоже к нам подключились. Поэтому эксперимент начинайте только с себя. Потихонечку привлекайте семью. Можете в семье зачитывать отдельные выдержки из книги «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». И я вам гарантирую, что вы будете очень крутой хозяйкой. Что в вашем холодильнике всегда будут самые вкусные вещи, которые даже не попробуешь в каком-нибудь ресторане. И ваш муж будет всегда доволен питанием в семье. Это обязательно. Теперь по поводу физической нагрузки. Можно себя истязать физической нагрузкой. Я несколько раз пробовала. Вот. Но как-то, знаете, вечно срываешься. Физическая нагрузка должна быть очень удобной. Так, чтобы, знаешь, знаете, вышел, и ты уже на физической нагрузке. Если вам нужно собрать сумку, подумать, что туда, сесть в машину, поехать в спортивный зал, там еще что-то, ну вот какие-то трудности такие. Сама физическая нагрузка длится 30 минут, а вы, чтобы доехать по Москве в спортивный зал, тратите полтора часа туда, полтора часа назад. Это безумие, это глупость. Подберите себе любую физическую нагрузку. Ну, например, в момент карантина я вам показывала, я не занималась этим, потому что у меня все равно была пробежка по улице, но я вам показывала, как круто можно нагрузиться с минус первого этажа до восьмого. Ходить вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Это замечательная физическая нагрузка, если у вас приличный подъезд. У меня, например, приличный подъезд, мне приятно по этому подъезду ходить. Придумайте себе что-нибудь свое, но это должно быть в каждом вашем дне. Не обязательно умирать в спортзале и совершенно не обязательно заниматься пищевым самоистязанием. Есть определенная когорта людей, которые любят себя обижать. Ну, наверное, вы не относитесь к таким людям. Этим людям только едай, все позабирать из рациона и остаться на салатах каких-нибудь. Но мы с вами нормальные обычные люди, а нормальные обычные люди, им можно все. Мы с вами не больные, да? Нам можно все. Даже иногда можно какой-нибудь тортик съесть под контролем гликемической нагрузки. Что такое гликемическая нагрузка? В книге старости нет. И так далее. Нам можно все, но в пределах разумного. Надеюсь, я понятно объясняю. Оставайтесь с нами и молодейте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!